Сегодня среда, 5 августа. Свою работу продолжает информационная служба канала ARTVI в студии Сергея Кения. Здравствуйте. Итак, сейчас в мире. Надежда Савченко в обмен на сухопутный коридор. В Киеве утверждают, люди из близкого окружения Владимира Путина предлагали обменять украинскую летчицу, содержащуюся в российском СИЗО, на возможность построить путепровод из Ростова-на-Дону в Крым через территорию Украины. О кулуарных переговорах в эфире одного из местных телеканалов рассказал советник председателя службы безопасности Юрий Тандит. Савченко, напомню, в России обвиняется в причастности к убийству журналистов ВГДРК, а также в незаконном пересечении границы. В Москве утверждают, что летчица была задержана на территории Российской Федерации. Сама же подсудимая вину отрицает и заявляет, что ее похитили в Украине и затем переправили в соседнюю страну. Надежде Савченко, которая уже после задержания стала депутатом Верховной Рады и членом украинской делегации в ПАСЭ, грозит до 25 лет тюрьмы. Люди, которые представлялись к очень близкому кругу президента России. Один из них действительно вел разговор с нами и предлагал в рамках своих полномочий рассмотреть вопрос освобождения Надежды Савченко по принципу «мы вам Надежду Савченко, а вы нам дайте пробить путепровод от Ростова до Крыма». В Кремле сообщения о возможном обмене Надежды Савченко на коридор в Крым назвали слухами. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг информацию о тайных переговорах и посоветовал обращаться за ответами на вопросы к тому, кто эти слухи распространяет. Песков добавил, в Москве считают неуместным обсуждать судьбу Савченко до суда над ней. Представитель Кремля также заявил о достаточно последовательной программе по инфраструктурному обеспечению Крыма. Отмечу, что проблема доступа на полуостров из России по-прежнему остается острой. В разное время в Москве рассматривали разные варианты создания путепровода, в том числе строительство моста через Керченский пролив или тоннеля. В Кремле сегодня назвали несоответствующим действительности еще одно сообщение о том, что президент Владимир Путин якобы лично вызвал к себе турецкого посла в Москве и высказывал ему претензии в связи с поддержкой оказываемой Анкарой группировки «Исламское государство». Информация о встрече ранее появилась во ближневосточных СМИ. Согласно ей, Путин жестко заявил послу, что Москва расторгнет дипотношения с Анкарой, если та не прекратит оказывать помощь джихадистам в Сирии. Турецкий эмиссар, впрочем, как утверждает пресса, отверг все обвинения. Взгляды двух стран на сирийский кризис, напомню, кардинально расходятся. Россия выступает за сохранение власти в руках режима Башара Асада. Турецкая сторона против. Около 10 дней назад ситуацию в Сирии и борьбу с ИГИЛ по телефону обсудили лидеры двух стран. А позже Раджептай Прадаган заявил, что Путин якобы пересмотрел свое отношение к конфликту и может даже отвернуться от Асада. Возможность обсудить конфликт в Сирии и угрозу терроризма выпала сегодня главным дипломатом России и Турции. Переговоры Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу состоялись в столице Малайзии на полях заседания Совета глав МИД Ассоциации государств Южно-Восточной Азии. Там же турецкий дипломат встретился с госсекретарем США Джоном Кэрри. В Куала-Умпуре Чавушоглу сделал и заявление по позиции Турции в отношении исламского халифата. Анкара, по его словам, в рамках соглашения с Вашингтоном готовится к крупномасштабной военной операции против жихадистов в Сирии. Ранее турецкие власти согласились предоставить самолету Международной антитеррористической коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, авиабазу Инджерлик. Как отметил Чавушоглу, туда уже начали прибывать американские беспилотники и пилотируемая авиация. Министр добавил, скоро мы начнем совместную США и комплексную войну против исламского государства. Полторы тысячи мирных афганцев стали жертвами вооруженных столкновений и терактов, произошедших в стране за первую половину нынешнего года. Эти цифры, впрочем, согласно данным миссии ООН по содействию Афганистану, ниже прошлогодних на 6%. 14, напомню, стал самым смертоносным с 2001 года. В опубликованном сегодня докладе наблюдатели вместе с тем указали на рост числа пострадавших в результате конфликта. С 1 января по 30 июня их количество достигло 3329 человек, а это на 4% выше показателя первого полугодия 2014-го. Как отмечают представители ООН, на движении «Талибан» и других радикальных группировках лежит ответственность за 75% жертв. На афганской армии за 15%, а на иностранных военнослужащих за 1%. Глава миссии Николас Хейсом при этом подчеркнул, холодная статистика не отражает весь ужас насилия в Афганистане. Двусторонние отношения США и Японии окажутся под ударом, если подтвердятся сообщения о слежке американскими спецслужбами за политиками и бизнесменами страны восходящего солнца. По данным прессы, премьер-министр Син Цзуаба предупредил об этом вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена в состоявшемся телефонном разговоре. Глава японского правительства призвал расследовать информацию, распространенную ранее сайтом WikiLeaks. В свою очередь, Байден, как сообщается, принес извинения за неудобства и за шумихи вокруг этой ситуации. Я напомню, согласно утечке, сотрудники Агентства национальной безопасности США прослушивали телефоны нескольких десятков японских чиновников, в том числе высшего звена, а также телефоны офисов бизнес-компаний. Ранее аналогичные обвинения в адрес американских спецслужб звучали в связи с предполагаемой слежкой за европейскими лидерами. Бывшая первая леди Южной Кореи занялась гражданской дипломатией Ли Хи Хо. 93-летняя вдова экс-президента Ким Де Чжуна сегодня отправилась с визитом в КНДР по личному приглашению молодого лидера страны Ким Чан Ына. Главные цели поездки, как заявили в южнокорейской делегации, попытаться преодолеть разногласия между Сеулом и Пхеньяном, залетить раны и боль, нанесенные корейскому народу из-за раскола полуострова на две страны. Между тем, в СМИ просочилась информация о том, что накануне визита вдова бывшего президента якобы получила угрозы. Неизвестные пообещали взорвать самолет, на котором Ли Хи Хо отправилась в КНДР. Полиция тщательно обыскала лайнер, но никаких взрывных устройств не обнаружила. Итак, это были все новости, о которых мы успели сообщить вам к этому часу. О развитии событий в нашем следующем выпуске я не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова